Владелец разрушенного гаража, при возгорании которого пострадали дети, уже найден. Поистине роковое наследство он получил после смерти своего отца. Но документы вовремя не оформил, да и за техническим состоянием не следил в принципе. Через разрушенную крышу дети забрались внутрь и найденной на улице зажигалкой развели из мусора костер. Во время пожара погибла 6-летняя девочка. А за здоровье 7-летнего Димы Валовой сейчас борются врачи ожогового центра в Нижнем Новгороде. На рене мобиле мы перевезли ребенка в Нижний Новгород. Во время транспортировки он у нас получал инфузионную терапию и получал парантеральное питание. Он был в сознании. Когда приехали в Нижний Новгород, в общем-то он самостоятельно пил. Диурез был адекватный. Врачи его осмотрели, там приняли. И потом в дальнейшем мы справляли своего здоровья, как он себя чувствовал. В воскресенье вот я звонил, звонил в понедельник. Состояние его тяжелое остается, но с положительной динамикой. Он в сознании, самостоятельно пьет. Диурез адекватный. Ну и, как заведующий сказал, что места ожогов, возможно, возможно, может быть, даже не будут требовать пересадки кожи. По факту случившегося следственными органами округа Муром уже заведено уголовное дело. Хотя таких построек, как оказалось, собственности муромцев немало. Более того, они находятся в свободном доступе для посторонних. Мы сейчас находимся на том самом месте, где несколько дней назад произошла трагедия. На территорию данного гаражного кооператива мы попали без особого труда, потому что никакого ограждения, ни охраны здесь по-прежнему нет. На произошедшую трагедию моментально отреагировали местные власти. По поручению Евгения Рычкова была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Рассматривались вопросы, которые так или иначе касались безопасности жителей округа. Выработаны пути, как навести порядок в этом отношении. Ведь встает вопрос, как дети туда попали, чем они занимались в свободное время. И не секрет, когда этот вопрос рассматривался, проверялась и дворовая территория. Да, во дворе есть детская площадка, но почему-то дети бегали бесконтрольно по гаражам. Весь комплекс мероприятий, я думаю, ситуацию позволит нам изменить. И таких случаев больше не будет происходить в нашем городе. На контроль будут взяты все бесхозные строения – гаражи, сараи, брошенные жилые дома. Планируется проведение бесед с собственниками данных строений, вплоть до привлечения к ответственности. Работники комитета территориального самоуправления уже вышли в рейды. Главой округа Муром Евгением Евгеньевичем Рычковым дано поручение комитетам общественного самоуправления и отделам сельских округов развести обследование нежилых зданий, в которые возможно проникновение посторонних граждан. Всю собранную информацию мы передаем, все сведения, в управление градостроительством архитуры, в КУМИ, администрации округа Муром и в полиции. В первую очередь для выявления владельцев как раз вот этих объектов недвижимости и для принятия соответствующих мер. Для составления полного списка потенциально опасных объектов просят оказать помощь и жителей округа. Информацию можно передавать по телефону 3-30-41 и 3-34-11 в единую дежурно-диспетчерскую службу 3-08-58 или в полицию по телефону 02. Екатерина Задовская, Регина Рукавишникова, Александр Симонов, Николай Молоденов. Новости 24. Муром.